Всем привет! Сегодня 11 декабря, Московская область. Днем температура у нас минус 8-10 градусов, ночью падает до минус 15. В общем, пришла зима. А я вам хочу вкратце показать цветник, который создавался в этом году, и как же зимуют в нем растения. Здесь по краю высажена овсяница голубая, я ее выращивала из семян. Не стала в зиму ее ни обрезать, ни накрывать. Зимует как есть. Здесь под горшком это миниатюрная розочка. Все, если видно, это метельчатая гортензия. Я не накрывала, конечно, но закрыла очень толстым слоем хвойного опада. Замульчировала. Это белый столбик розы на штамбе. Когда я покупала розу, я изначально не хотела в зиму ее пригибать к земле. Единственное, что я сделала, это замульчировала толстым слоем конской подстилки. Сверху у меня это хвойный опад. И закрыла укрытым материалом. Это иглопробивной геотекстиль. Я отрезала полотно, сложила в два слоя. И так вот по спирали снизу вверх я завернула всю розу. То есть здесь довольно-таки приличный слой получился. И закрыла такими скрепками. Но посмотрим. Я надеюсь, что роза моя перезимует. Хосты. Здесь же у меня тоже все маленькие посадки. Хосты я тоже на зиму листву не убираю. Потому что последние года у нас вообще зимы бесснежные. А какая бы хосты была бы... Они вообще хосты такие выносливые. Чтобы ее убить, это, конечно, надо постараться. Но бывает такое, что хосты могут и вымерзать. Поэтому листва все-таки помогает перезимовать. И я листву убираю, в общем, ранней весной. И все хорошо. Это сосна на штамбе. Тоже закрыла очень толстым слоем хвойного опада. И еще единственное, что я сделала, это подставила еще одну такую опору, чтобы мне не сломался штамб зимой. Потому что ветра бывают, снеговые нагрузки. В общем, укрепила горная сосна. Здесь также метельчатые гортензии у них много. А это холмик. Здесь укрыта крупнолистная гортензия. Бесконечное лето. Здесь тоже сейчас расскажу. Укрыла. Значит, здесь у меня сама гортензия связана, пришпилена к земле. Я ее разложила на два, на две стороны. То есть здесь одна часть веточек и там одна часть веточек. Пришпилила к земле и закрыла хвойным опадом. Здесь же у меня еще мох. Затем я укрыла тоже таким же материалом, как вот эту розу, иглопробивным геотекстилем в два слоя. Здесь поверх геотекстиля я сложила вдвое спонбонд 60-ка. Тоже прикрыла. И самый последний слой это клеенка. И зафиксировала камнями, чтобы мне укрытие не сдуло ветром. Я надеюсь, что гортензия перезимует. Дальше. По краю высажена лаванда. Эта вся лаванда выращивалась из семян. Я лаванду не накрываю. Единственное, что делаю, как готовлю ее к зиме. Я ее обрезаю, оставляя от земли примерно около 15 сантиметров. Это такая, знаете, легкая обрезка. А уже весной я буду делать формирующую обрезку. То есть, чтобы кустики были более аккуратны. И еще сниму длину в сантиметров 5-7. То есть, делаю еще меньше куст. Это тем более дает такой, знаете, старт на рост при обрезке весной. И что еще сделала? У меня, как вы помните, весь цветник замульчирован конской подстилкой. Так как лаванда очень чувствительна к выприванию, я всегда под лаванду подсыпаю песочек. Чтобы вот эти веточки, которые соприкасаются с подстилкой, они не подопрели. Присыпаю просто по кругу песком. Совсем небольшим слоем. И таким образом она у меня зимует. И все замечательно. Здесь также сея, думаю, у меня. Это листиница на штамбе. Облетела. Стив виппер. Замечательно. Видите? Это все метельчатые гортензии замульчированные. Так, рододендрон. Такой вечно зеленый. Скрутил листики. Тоже сверху я его не накрывала. Но закрыла очень большим слоем хвойного опада. Практически, видите, чуть ли не до макушки. Растение очень молодое, двухгодовало. Также лаванда по краю. Вот, видите, все прикрыто песочком. Прям возле кустиков. Это тоже листиница на штамбе. Иголочки еще не облетели. Тоже укрепила, видите, чтобы ветер и снег не поломал мне. Это стелющиеся можжевельники. Тоже все замульчировано толстым слоем хвойного опада. Толстый слой, это означает минимум 15-20 сантиметров. Это не 5 сантиметров. Это 15-20 сантиметров минимум. Скальные можжевельники тоже замульчировано. Это мискантус. Я его в зиму не стала обрезать. Очень красиво декоративно он смотрится. Особенно, когда вот эти метелочки молодые. Они так красиво переливаются. Я его буду обрезать в конце февраля. Но я надеюсь, что он перезимует. Я его покупала у коллекционера в Московской области. Так, что у меня еще? Тоже вот ножевельник стелющийся. Это бадан, если помните. Он у меня высажен вот такой волной здесь. Тоже листву никогда не убираю. Он у меня в зиму уходит. И очень хорошо зимует. Между прочим, у меня было так, что я один год вычищала листву бадана. И он у меня вымерз. Вот так. Это голубая елочка на штамбе. Очень красиво смотрится. Из новинок у меня в цыпляке, в миксбордере появились такие опоры. Здесь у меня высажен клематис. Очень молодое растение. По-моему, годовалое. И такие опоры. Сейчас вам покажу. В полном объеме. Это опоры авторские. Авторы этих опор я. То есть я их нарисовала. Отдала сварщику. И он мне сварил вот такие объекты. В пике, видите, идет здесь 3 метра. И заворачивается вот в такую дугу, где на конце шарик. Здесь есть также перемычки. С расчетом того, что я буду вешать подвесные кашпо. Например, с фуксией. Ну, с любыми растениями каскадными. Будет очень красиво. А снизу в ногах будет плестись клематис. Это первая группа обрезки. Они очень устойчивы. Туда вбиты колья метр в глубину. Они кованые. И эти кованые колья присварены там внизу к этим ногам. И получается очень устойчивая конструкция. Но единственное, что я поваяла, что у меня здесь будут висеть горшки. Кашпо, да, с землей все-таки. Это тяжесть. Я попросила легко присварить еще такую конструкцию. То есть вот эту перемычку к закладной забора. Это на всякий случай. Она и так очень устойчивая. Очень тяжелая конструкция. Но я побоялась, может, мало ли что. Потому что здесь будет нагрузка определенная. Вот такие опоры теперь у меня появились. Такая малая архитектурная форма. Они очень красиво смотрятся, особенно издалека. Сейчас я отойду, покажу. Это полностью моя задумка. И мне сделали так, как по рисунку. Так, как мне надо. Так, давайте дальше пройдемся. Также гортензии метельчатые. Вот они. Это сирень. Один куст. А, вот она, еще один куст. Вот он. Скальные можжевельники каждый пролет. Бетонджин. Это гортензия фантом. Это на штамбе шелковица. Тоже здесь опора на всякий случай выглядит. Видите, она зимой как интересно тоже. Я ее не закрывала, прививку не укутывала, ничего не делала. Потому что эти растения, эти деревья, они выращены здесь, в Московской области. Я покупала. Люди занимаются прививками. И сказали, что у них эти деревья зимуют. И вообще проблем никаких нет. Вот у меня две шелковицы. Вот они. Довольно-таки хорошо выглядят. Единственное, я тоже не стала обрезать ветки. Все это я сделаю по весне. Посмотрю, как все это перезиняется. Вот тоже куст лаванды. Видите, просто обрезаны веточки. И вот он песок. И песком, как бы можно так сказать, замульчировано тонким слоем. Так, это Ива на штамбе Хакура Нишики. Я ее тоже не закрывала, ничего с ней не делала. Подставила опору также, чтобы ветром ничего, видите, мне не сломало здесь. Я ее не укрывала, не укутывала. У знакомых тоже на юго-востоке. Она растет без всяких укрытий. Единственное, что я тоже ее замульчировала здесь щепой. Давайте развернемся. Небольшой розарий. Так, кстати, чтобы тень не падал от меня. Это роза. Здесь высажено три куста роз. Два сорта это лариса. И один сорт здесь высажен аспирин. Не стала накрывать. Вот у нас было уже один день как-то даже минус 17 градусов. И розы у меня не укрыты. Потому что я недавно ходила к соседке. У них курятник есть. Смотрела, как у них устроен курятник. Потому что мы его тоже будем строить. В общем, в марте у меня появятся еще куры. И я посмотрела ее розы. И она сказала, что последние 10 лет она не укрывает розы вообще. Это вот соседка через забор. Поэтому я решила, ну, я тоже не буду укрывать. И думаю, что все будет в порядке. Что сделала? Единственное, что сделала, это я засыпала очень и очень большим слоем конской подстилки. Вот здесь, если сейчас снег чуть-чуть убрать, сразу видно. Но здесь сантиметров может быть 40. То есть розы, видите, у меня только наверху вот эти вот макушки. Все остальное закрыто вот этим материалом, конской подстилкой. Все три куста я так замульчировала. Сейчас покажу. Здесь тоже, видите, только макушки торчат. Все остальное закрыто. Ну, сразу здесь видно, что такие холмы. Это все закрыто подстилкой. И по кругу здесь у меня лаванды тоже. Вот, видите, высажены маленькие кустики. Но они все замульчированы вот небольшим слоем песка. Ну, посмотрим, как перезимуют. Я решила так, что если минус 20, минус 25 там и ниже будет, то я накрою вот таким геотекстилем. Сверху просто накину и все. Но я думаю, что таких температур у нас точно не будет. Так. Ну, здесь всякие лапчатки у меня. Елочки. Вторая опора. Тоже там клематис в ногах растет. Здесь можжевельники стелющиеся. Это Атуя Смаракт. Я ее стригу, как чупа-чупс. Тоже сделала, видите, небольшую опору, чтобы ствол хорошо ровно рос, чтобы снегом не завалило. Это третья опора. Ну, вот насчет вот этой третьей опоры я подумаю. Потому что сейчас я вам покажу, куда я ее хочу поставить. Переставить точнее. Ну, здесь все так же. Баданы, которые я не обрезала. Метельчатые гортензии здесь. Лаванды растут. Это пихта. Тоже ничего не укрывалось. Единственное, что все-все у меня очень хорошо замульчировано. А здесь с краю прям... Это у меня закрыта глициния. Blue Moon. Я ее закрыла также геотекстилем. Там в 3-4 слоя. И сверху вот таким укрылым толстым спонбондом, можно так сказать. Все закрыла и замульчировала. Посмотрим, перезимует она или нет. Говорят, глициния всегда подмерзает. Ну, посмотрим, что будет. Так, я хочу вам показать... Сейчас, со стороны цветник весь. Вот так он выглядит. Ко мне так и не приехали. Чтобы сделать вот это обрамление по краю цветника, в этом году уже не приеду. Только на следующий год. В общем, весной будем делать. А я вам еще хочу показать новый цветник, который вы еще не видели. Я его создавала в конце октября, когда приехали мы с отдыха. Выглядит он вот так. Здесь калитка, А здесь, вот видите, два пролета между воротами. Там ворота. И вот они, ворота. В двух пролетах я сделала цветник. Он, как видите, тоже вот такой волной. Вот он. Вот так. Он не широкий здесь буквально. Я не знаю, в самом узком месте, наверное, метра полтора. А здесь в широкой части, наверное, метра, может быть, два с половиной. Ну, да, два с половиной. Высадила, видите, туи, четыре штуки. Это туи с маракт. Вот два, три и четыре. Здесь по краю, прям по волне, я высадила 30 кустов лаванды. Она сейчас под снегом. Плохо видно. Вот. А где вот эти палочки стоят? Здесь хотела высадить вот эта палочка. И вот эта. Вот она. Здесь хотела высадить метельчатую гортензию самарской лидии. Но черенки у меня, мне кажется, толку там не будет от них. Поэтому вот сюда, на выступу, вот между вот этими туями, чуть-чуть ближе ко мне, будут высаживаться розы. Так. Вот одна роза. И вторая роза. Такого, какой-нибудь ярко-розового цвета, флорибунду. Я такую хочу выбрать. Пока присматриваю. А здесь тоже чуть-чуть отступить. Вот здесь. Это здесь будет опора. И я буду высаживать княжек. В этих всех, свободную вот в этом месте, вот так по всему цветнику, здесь высажены, декоративный лук высажен. Он тоже такой лавандово-фиолетового цвета. По-моему, он называется аллигатор. Сколько я помню. И несколько луковиц белого цвета. В общем, такой, знаете, здесь будет, цвета будут зеленый, лавандовый и сиреневый с розовыми розами. Вот такой цветничок прям небольшой. Тоже, конечно, этот край будет обрамляться камнем. Как видите, цветник немножко приподнят. Мы его оторвали от земли. Вот, думаю, видно здесь, что он выше. И камнем красиво все сделаем. Сейчас я со стороны покажу, как это выглядит. Вот так. Маленький цветничок. Покажу вам еще этот большой камень. Вот он он. Сейчас, мне кажется, на камере он не очень красиво. На самом деле он такой симпатичный. Весь такой угловатый, ребристый. Это выкопали, когда копали газ. Здесь проводили у нас. Вот такой камень. Он очень красивый. Он, правда, грязноватый. Вот. Помыть его он очень даже... Такая у него, знаете, форма очень интересная. Вот еще камни пару штук тоже выкопали. Это я собираю для будущей альпийской горки. Ну вот, такая небольшая прогулка зимняя. По-моему, миксбордер. По цветничкам. У меня на сегодня все. Я вам желаю всего самого хорошего. Подписывайтесь на канал. Пишите комментарии. И всем пока. Пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!